Классические олимпиады, в отличие от технических, зачастую радуют нас очень симпатичными формулировками задач. Еще и бывает, что с неожиданными ответами. Вот в этом году яркий представитель вторая задача СММО 11 класса второго дня. Давайте решим, а потом обсудим, что нужно знать для решения этой задачи и какими навыками обладать для ее решения. Итак, задача звучит следующим образом. Какое наименьшее количество целых чисел нужно выписать на доску так, чтобы среди них нашлась и арифметическая прогрессия длины 5, и геометрическая прогрессия длины 5. Ну вот в такой задаче с прогрессиями мне бывает очень удобно рисовать картинку. Ну, тут бывает, что вы пишете числа, и вам все понятно, а бывает, что картиночка как-то поприятнее выглядит, да? Ну вот, например, как мы себе представляем арифметическую прогрессию на числовой прямой? Это же просто 5 точек, расположенных на одинаковых расстояниях. Вот вам нужно, чтобы все эти отрезочки были равны, и у вас получается арифметическая прогрессия длины 5. А как мы представляем обычно геометрическую прогрессию? Ну вот у нас есть где-то число 0, какое-то число, да, и, соответственно, расстояние от 0 до этого числа. А потом это расстояние, оно просто в несколько раз увеличивается. Ну, возможно, кстати, в нецелое количество, даже если сами числа целые. Условно говоря, если мы начинаем с числа 16 и берем частное в геометрической прогрессии 3 вторых, то у нас будет много целых чисел дальше. 16, после него будет число 16 на 3 вторых 24, 24 на 3 вторых 36, 36 умножить на 3 вторых 54. Ну, там еще одно число тоже будет целым. Ну, и, соответственно, как оно обычно получается? Вот отрезочек, вот отрезочек чуть больший, вот отрезочек еще больший и так далее. Ну, и как бы первое впечатление от этой задачи, что, ну, совместить эти картинки, наверное, как-то можно, да? Но здесь же расстояния прям совсем разными будут между числами. Ну, наверное, я могу добиться того, чтобы три числа были на равном расстоянии друг от друга, да, то есть образовывали два равных отрезочка, и как-то впихнуть их в арифметическую прогрессию. А как-то больше чисел уже и непонятно. Так вот, в этом всем есть небольшой обманчик. Все как мы любим. Дело в том, что никто нам не говорит, что числа располагаются с одной стороны относительно нуля. Да, ведь у геометрической прогрессии вполне может так оказаться, что первое число положительное, второе отрицательное, потом третье снова положительное и так далее. Нужно просто, чтобы частное было отрицательным. И вот давайте ровно этот трюк мы используем в этой задаче, построив прогрессию следующим образом. Давайте начнем с числа 1 и пойдем в разные стороны от него. То есть это первое число, а дальше будем умножать на минус 2. То есть следующее число это минус 2. Я их специально буду писать с разных сторон, чтобы потом нам было проще увидеть здесь арифметическую прогрессию. Дальше умножаем на минус 2, получаем 4. Умножаем на минус 2, получаем минус 8. Умножаем на минус 2, получаем 16. Ну и понятно, что все числа вместе арифметическую прогрессию не образуют, но вот часть чисел можно выделить, а именно смотрите, здесь плюс 6, потом минус 2 в 4 тоже плюс 6. Дальше у нас число пропущено, но если мы два раза прибавим по 6, то есть прибавим 12, мы получим число 16. То есть нам не хватает вот здесь числа 10, так давайте мы его напишем, чтобы получить арифметическую прогрессию. И если вот эти числа, минус 8, минус 2, 1, 4, 10 и 16, написать на доску, то мы написав всего 6 чисел, получаем и арифметическую прогрессию длины 5, с шагом 6, начиная с числа минус 8, и геометрическую, ну ту, которую я писал, 1 минус 2, 4 минус 8, 16. Это еще не совсем решение, потому что надо как-то доказать, что не бывает меньше чисел. Но понятно, что меньше 5 не бывает, тогда просто никакой прогрессии не образуется. А нельзя ли случайно обойтись ровно 5 числами, так, чтобы у нас получилась и арифметическая прогрессия из них, и геометрическая? Ну, давайте разбираться, здесь нам уже пригодятся обозначения алгебраические. Давайте рассмотрим, например, геометрическую прогрессию, и для нее попробуем написать условие на то, что числа в каком-то порядке образовали арифметическую. Итак, пусть первое число это b, следующее тогда bq, следующее bq квадрат, bq в кубе, и bq в четвертой. Проблема в том, что, как мы сейчас поняли, у нас могут быть разные знаки. То есть, b может быть положительным или отрицательным, q может быть положительным или отрицательным. Нулем, кстати, быть не может, из определения геометрической прогрессии. Дальше есть такой трюк, смотрите, если b отрицательно, отрицательно, то на самом деле мы можем считать, мы можем все домножить на минус единицу, и после этого считать b положительным. Ну, то есть, домножив на минус единицу все числа, мы ничего в плане арифметической прогрессии не испортим. Если они образовывали до этого арифметическую прогрессию, то есть, была такая картинка, то после домножения на минус единицу получается такая же картинка, потому что домножить на минус 1, это, по сути, просто сделать симметрию относительно нуля. Вот, поэтому можно считать, что b больше нуля просто для некоторого удобства. Проблема в том, что q может быть как положительным, так и отрицательным. И вот смотрите, если q у нас положительное, то что получается? Числа идут в порядке либо возрастания, либо убывания. Значит, при q больше нуля мы получаем, что b либо самое маленькое, либо самое большое. Если оно самое маленькое, то есть, это означает, что q больше единицы, то вот числа идут в порядке возрастания. Если, наоборот, q меньше единицы, то числа идут в порядке убывания. То есть, в любом случае, они образуют арифметическую прогрессию именно в таком порядке. Ну, тогда за что можно зацепиться? Ну, например, мы получаем, что просто расстояние между вот этими числами должно быть одинаковым. Ну, или просто, что эти три числа образуют арифметическую прогрессию, а значит, среднее равно полусумме своих соседей. Ну, или 2bq равно b плюс bq квадрат. Это условие на то, что три числа образуют арифметическую прогрессию именно в таком порядке. Сократив на b, b у нас не равно нулю, мы получаем, что 2q равно 1 плюс q квадрат. Ну, и кажется, мы просто получаем простейшее уравнение на... Ну, это квадратное уравнение, но, вообще говоря, можно даже просто полный квадрат выделить. Мы получаем, что q минус 1 в квадрате равно нулю. А это означает, что q может равняться при таком условии только единице, а тогда числа у нас одинаковые. А по условию числа должны быть, конечно, разные. Иначе мы 5 одинаковых чисел выписали бы, и все. Задача была бы очень неинтересной. То есть при q большем нуля мы разобрались, что происходит. И поняли, что эти числа не могут образовывать арифметическую прогрессию. Если q меньше нуля, то у нас такая возникает ситуация. По знакам давайте здесь напишем. Вот эти числа положительные, вот эти числа отрицательные. То есть сначала идут два отрицательных числа, а потом три положительных. Ну и с положительными числами мы понимаем, что bq квадрат средняя из них. В любом случае, да, если модуль q больше единицы, то у нас bq в четвертый будет самым большим из положительных b, самым маленьким, а это средним. Если модуль q меньше единицы, то b будет самым большим числом положительным, bq в четвертый самый маленьким, а bq квадрат в любом случае посерединке. То есть мы в этой ситуации получили, что bq квадрат находится между b и bq в четвертой, и они образуют арифметическую прогрессию длины 3. То есть для него мы тоже можем написать условие, что оно равно полусуме соседей. Ну или что удвоенное bq в четвертый равно b плюс b ку... точнее удвоенное bq в квадрат равно b плюс bq в четвертый. Сокращаем на b. Получаем 2q в квадрат равно 1 плюс q в четвертый. Ну и точно так же, как здесь, можно выделить полный квадрат. Он выделится таким вот образом. q квадрат минус 1 в квадрате равно 0. Ну а значит, q равно плюс минус 1. q равно плюс 1 мы понимаем, что сразу дает нам одинаковые числа, а q равно минус 1 ну тоже даст одинаковые, потому что, например, b будет равно bq в квадрате. А у нас все числа по условию разные. Вот такое вот решение. Да, то есть теперь у нас есть примерно 6 и доказательство того, что 5 не хватит. Меньше 5 в этой задаче очевидно, что не хватает. Ну, значит, мы доказали, что ответ ровно 6. Ну и что, резюмируя, что нужно знать, чтобы решить эту задачу? Так только определение. По сути, мы больше ничем не пользовались. Я не сказал какие-то секретные теоремы, которые могут быть вам неизвестны. Но, конечно, чтобы суметь такое придумать, нужен определенный опыт решения подобных задач. Конечно, ровно такую задачу до Олимпиады вы нигде не встретите, но просто решая задачи классического направления, просто как-то работая с задачами на алгебру, просто решая какие-то комбинаторные мотивы, узнавая что-то новое, какие-то стандартные методы и, конечно, самостоятельно решая, решая, решая задачи, и очень желательно, чтобы вас еще проверяли, потому что в таких задачах легко себя обмануть, у вас получится научиться решать и такие задачи самостоятельно. Но очень желательно, чтобы у вас уже был некоторый опыт. Ну, а уже завтра у нас стартует открытая неделя курсов СОЖ с открытого вебинара на YouTube в 12.00. И на этой открытой неделе вы можете попробовать себя в таких задачах, ну и, конечно же, насладиться красотой математики. До встречи завтра на вебинаре. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok